После вкусного обеда и работа в радость. Это простое правило известно всем работникам ООО «Корпоративное питание», которое вот уже 20 лет кормят сотрудников предприятий группы Фосагра в Балакове, Кировске, Апатитах, Волхове и Череповце. Заводчане старания кормильцев замечают. Если раньше блюда были больше похожи на столовские, то сейчас до ресторанного уровня практически доросли. Наши повара нам устраивают праздники даже. Это национальная кухня, татарская, русская, европейская кухня. Очень часто такие. Бывают дни здорового питания. Каждым годом вот это качество питания, разнообразное меню, оно все лучше и лучше и лучше. Но корпоративное питание – это не только люди, которые стоят у плиты, но и те, кто выдает блюда, отбирает лучшие продукты, следит за качеством пищи. Поэтому первый этап конкурса профессионального мастерства, который стартовал на Балаковской площадке, объединил торговых работников и официантов. Первые приготовили продуктовую корзину, характеризующую тот или иной регион. При этом набор должен был отразить и главную тему конкурса – юбилей корпоративного питания. Корпоративному питанию 20 лет все равно радостно. Мы работаем в этой широкой компании. Хоть мы и боремся сейчас вместе, нужно было пройти, создать этот корабль будущего всем вместе площадкам. А вот официантам предстояло красиво сервировать стол и провести презентацию. В каждой экспозиции символы светлой Пасхи – крашеные яйца, куличи, верба. Тема одна, а подача разная. Официанты знают одно единственное задание, к которому они готовились и которое вы можете сейчас увидеть – это пасхальный стол. Все остальные задания они не знают, и это будет для них неким сюрпризом. Пока команды состязались в банкетном зале санатория «Изумруд», их группы поддержки расположились в импровизированном кинотеатре под открытым небом, где велась прямая трансляция конкурса. Коллеги по кухне переживали за участников, которые очень долго готовились к состязанию. В этот день на территории «Изумруда» царила атмосфера масштабного семейного праздника. Конкурсы, игры, развлечения и угощения скучать не пришлось никому. Детей их родителей удивляли ростовые куклы. Как не сделать фото с золотым поваренком или забавным фосагриком? Решить головоломку и пройти семейный мини-квест с этой задачей справляются все. Мечтали о шарже на себя, и это желание исполнилось. Хотите что-то смастерить – пожалуйте на мастер-класс. Я выбрала шоколадку делать, там я клеила цыпленка. Я хочу свои крестные подарить. На память о празднике можно было самим выковать монетку с логотипом. Ну а после такой активности самое время попробовать вкусный плов, приготовленный на мангале. Все супер, конечно, весело. Дети довольны, ставив фигуры вот эти вот, эти развлечения. Во всех играх поучаствовали, шоколадок на выигрывали. Конечно, для семейного отдыха очень здорово. Желающих побывать на празднике было очень много, поэтому их разделили на две группы. Развлечений, угощений и подарков хватило всем. Тем временем члены жюри подводили итоги конкурса. В результате у балаковцев самое большое количество побед в различных номинациях. В лидерах также профессионалы из Череповца. Но и организаторы, и зрители сошлись в одном. Все безусловные молодцы. В Балакове состоялся только первый этап конкурса. Впереди соревнования среди поваров, кондитеров, пекарей, технических работников. Следующие этапы пройдут во всех городах присутствия компании «ФосАгро». А завершится юбилейный конкурсный марафон фееричным кулинарным праздником в августе в Череповце.